Необходимость утвердить новый состав Таллинского Совета Всемирного Наследия ЮНЕСКО назрела давно. Причина проста – деятельность предыдущего, сформированного еще в 2010 году Совета, сошла на нет. Теперь же в столице делают большую ставку на новый Совет, который будет направлять развитие Старого Города, заниматься подготовкой соответствующих документов, а также содействовать тому, чтобы Старый Город представлял из себя благоприятную среду для туризма, проживания и предпринимательства. И это абсолютно логично, ведь развитие Старого Города имеет огромное значение не только потому, что это ценный и охраняемый объект, но и потому, что это самое сердце Таллина. Председателем Совета стала вице-мэр Таллина Мадля Липпус, которая намерена активизировать его работу без промедлений. Совет соберется в новом составе уже в июне. Таллин взял под собственную охрану еще и множество деревянных зданий, которые являются уникальными. Эти дома, как и здания Старого Города, требуют ухода и защиты. Но важно не только сохранение зданий, но и создание благоприятной городской среды. То есть важно сохранить дух старины. При этом соблюдая самые высокие строительные стандарты. Сделать среду внутри и вокруг здания более современной, в смысле сегодняшних жизненных и бытовых стандартов. Членами Совета стали чиновники и представители городских учреждений. К работе комиссии будут также привлекаться представители профильных организаций и государственных учреждений. Напомним, что под охрану всемирного наследия ЮНЕСКО взяты не какие-то отдельные здания Таллина, скажем, наша ратуша, которой в этом году исполняется 700 лет, а весь старый Таллин целиком, включая бастионы, крепостные стены и прилегающие к ним здания. Таллин в этом году выделил 300 тысяч евро домовладельцам Старого Города. Эти деньги пойдут на реставрацию окон, дверей и крыш старинных зданий, находящихся в частной собственности. Что касается масштабных проектов, то стоит упомянуть церковь Нигулиста и Домский собор, на котором леса еще не убрали, но навехонький купол уже сверкает. Не далее, как в понедельник, была закрыта лестница Паткулих, которая соединяет Нижний город с северной стороной Томпиа. К сожалению, работы по уходу за опорной стеной не проводились более 20 лет. В будущем мы будем делать это на регулярной основе. Первоочередные задачи убрать со стены растения и крышки, укрепить саму стену, чтобы обеспечить безопасность прогуливающихся. Затем с помощью щадящих технологий и горячего пара мы почистим опорную стену. До окончания работ к Томпиа можно будет пройти с улицы Нунне через Пик-Ялк. Реставрация опорной стены Томпиа продлится до 27 июня. В этом году в планах Таллина также укрепление бастиона Сконе, реконструкция крыши церкви Святой Катарины при Доминиканском монастыре, реставрация крепостной стены и работы по консервации развалин старинного монастыря в Пирита. Илья Баня, Роман Васильев, Новости Таллина.